Всем привет, друзья, с вами я, Артём. Темой сегодняшнего видео будут русские карты. Если вы не смотрели прошлое видео, то переходите в плейлист, находящийся в описании. В нём собрано огромное количество интересных видосов. А перед началом, как всегда, по традиции, оставьте какой-нибудь комментарий, стоящий минимум четырёх слов. И обязательно досмотрите это видео до конца, для того, чтобы оно продвигалось в алгоритме ютуба. А сегодня я покажу вам 10 русских карт, найденных в мастерской Гаррис Мода. Наливайте чайку, усаживайтесь поудобнее, и мы начинаем! Открывает сегодняшнее видео осень 1998-го. Карта переносит нас в 1998-й год, в коммунальную квартиру, находящуюся в центре Санкт-Петербурга. Данная карта основана на квартире, показанной в фильме «Брат», где проживал брат главного героя Виктора Багров. Были сделаны некоторые допущения для создания ощущения, что квартира успела перейти в руки другого человека, спустя год после событий первого брата. На карте присутствует куча мелких деталей, добавляющих реализма и атмосферности. В описании говорится, что здесь есть один маленький секрет, никак не влияющий на геймплей карты, а имеющий дело напрямую с реальностью. Если вдруг вам удастся найти этот небольшой секрет, то рассказывайте о нем в комментариях. Карта незаброшенная будет обновляться. В скором времени здесь появится парадное, показанное в фильме. На карте присутствует юзабельный проигрыватель. Найти его несложно, так как света у лампочки видно чуть ли не с конца квартиры. Карта выглядит просто мега круто, причем это еще не финальный вариант. И скоро помимо квартиры здесь также будет и парадное. Вторая карта называется ГМ Каша. Нет, это не ошибка. Карта называется не ГМ Раша, а ГМ Каша. Так как является копией квартиры стримера под ником Каша. Наверняка вы уже натыкались на записи стримов этого сексапильного молодого человека, делающего реакции на всякие видосы. Его имя и точный возраст остаются загадкой. Но вот зато его квартиру видели уже все, кому не лень. Благодаря видосу, которым Каша устраивал рум-тур, мы теперь знаем, как выглядит его квартира. Знания, конечно, не особо-то и полезные. Обычному пользователю они, по сути, ничего и не дают. Но для модмейкеров это крайне ценная информация, позволяющая создать просто имбовейший контент. ГМ Каша — это квартира Каши. О стопроцентной точности речи, конечно же, не идет. Но какие-то общие моменты здесь воссозданы просто идеально. На карте хоть и присутствуют стандартные модельки, но вписаны они настолько органично, что от оригинала просто не отличить. Из интерактивности здесь разве что выключатели. Но они почему-то не работают, так что забыли. Карта ограничивается лишь квартирой. Выйти, к примеру, в подъезд у вас, увы, не получится. Если бы Каша в видосе показала чей подъезд, то территории были бы на порядок больше. Единственное, что меня здесь смущает, это невероятно огромная кровать. На ней поместится человек шесть не меньше. Следующая карта называется ГМ-маршрутка. Это самая маленькая карта в сегодняшнем видео. Если так подумать, то это даже не карта, а транспортное средство. 99% времени вы будете находиться в движущейся маршрутке. У карты даже есть свой собственный лор. Выглядит он следующим образом. Вы едете в маршрутке номер 69 по тайге от города Красноярс до Абакана. Вокруг вас могла из-за сибирских лесных пожаров. Вы находитесь в потоке машин. Мимо вас проезжают встречные автомобилисты. Карта представляет собой передвижную локацию, выглядящую как движущаяся газель. Последний раз я катался на газельках, наверное, лет 10 назад. Сейчас все больше как-то на такси и автобусах. При желании вы можете включить радио. Причем в наличии аж 6 песен. Слева горы, справа горы, ап! Из газельки можно выйти. Только делать это я не советую. Кстати, карта бесконечная. Так что если вы решите доехать до конца, то у вас уйдет на это целая вечность. Для карты в обязательном порядке требуется контент из Counter-Strike Source. Без него у вас будут эмо-текстуры и прочие неприятности. Четвертая карта называется ГМ Крит. Мы повидали уже кучу разных школ. Причем у нас были версии как из КСки, так и шедевр, созданный специально для Гарриц Мода. Сегодня наш список виртуальных учебных заведений пополнится еще одним творением. ГМ Крит это Красноярский колледж радиоэлектроники информационных технологий. Если вы из Красноярска, то скорее всего этот колледж вам знаком. В противном же случае можно зайти на гугл карты и в режиме просмотра улиц посмотреть на него со стороны. Это первая карта автора. Так что чего-то наподобие ГМ Russian School от нее ждать не стоит. Карта включает тебя четырехэтажное здание с двумя корпусами и территорию вокруг него. На улице совершенно ничего нет. Так что перейдем сразу к зданию. Зайдя внутрь вы увидите красивый вестибюль со всякими плакатами, расписанием пар и прочими приколюхами. Но к сожалению на этом все и заканчивается. Если вы зайдете в какой-нибудь кабинет, то увидите там целое ничего. Нет, вы конечно можете подняться и на второй, и на третий этаж. И даже уйти у второй корпус. Но кроме пустых кабинетов вы там ничего не увидите. Карта прикольная, но из-за отсутствия пропов она ощущается какой-то слишком уж пустой. Надеюсь в будущем это будет исправлено. Дальше у нас идет ГМ район. Предыдущие карты конечно хороши, но из-за малых размеров на них особо не разгуляешься. Другое дело ГМ район. Эта карта позволяет вам погулять по большому району большого подсоветского города. Вы можете устраивать гонки, летать на самолетах, рпшить и заниматься любыми другими интересными вещами. Район таит немалое количество секретов. Никогда не знаешь, что может ждать за ближайшим углом. На карте имеется высокий скайбокс, полностью рабочий путь для NPC вертолетного типа, интересные места такие как школа и супермаркет, и различные пасхалки. Причем последних исходя из описания со временем будет становиться больше. Кстати о своих находках обязательно рассказывайте в комментариях. Возможно вы наткнетесь на что-то такое, чего не видели другие игроки. На карте хоть и присутствуют жилые дома, но зайти пока что вы сможете лишь в один. Причем доступно в нем лишь два этажа и одна квартира. Карта появилась в мастерской в середине августа, и вроде как все еще находится в разработке. Возможно в скором времени вместе с пасхалками тут появятся какие-то новые локации. Но и сейчас карта выглядит очень даже неплохо. Правда стандартные модельки и текстурки все-таки немного портят картину. Следующая карта называется Пузилово. Пузилово это станица расположенная в 27 километрах от Ростова-на-Дону. Расположена она на реке Тузлов, притоке Кубани, который в древности назывался Сусамыр. Поселок промышляет ловлей рыбы. Неподалеку находится завод по производству фосфатов. В связи с чем связь с внешним миром постоянно поддерживается. Завод планировалось развивать. Но развал СССР не дал закончить строительство. Сейчас этот поселок ничем не примечателен и является небольшим транспортным узлом, через который можно сократить путь до ближайшего города. Из Ростовской области добраться до поселка можно на машине или общем транспорте. История, которую сейчас слышали, полностью вымышленная. При ее создании была задействована нейросеть. Совпадение с реальными местами случайно. Карта представляет собой собирательный образ деревень стран СНГ. На ней расположен три поселка и заброшенный завод. У карты имеется две версии. Ночная и дневная. Отличаются они лишь временем суток. Карта большая, но какой-то детальной проработки, как, к примеру, на дачном поселке, здесь нет. Дома присутствуют, но зайти можно далеко не во все. Да и наполненность этих домов оставляет желать лучшего. Седьмая карта называется ГМ Промзон. Это еще одна мапа от того же автора. Складывается ощущение, будто бы это не отдельная карта продолжения предыдущей. Карта была создана для ПВП с участием NPC и игроков. На карте изображена небольшая полузаброшенная промышленная зона, в которую есть четыре цеха, в три из которых можно войти. За пределами завода также есть небольшой пруд, который появился на месте недостроенного цеха, а рядом с забором гора строительного мусора снесенного здания. На карте есть три входибельных ангара, небольшой лес, гора строительного мусора и огромное количество растительности. Территории здесь относительно небольшие, что в принципе логично. Ведь карта создавалась для ПВП. И если вы будете сражаться на огромной мапе, то это сражение затянется на несколько дней. Если конечно вам не надоест, то вы не выйдете раньше. Чего-то такого мега феноменального здесь нет. Это самая обычная ПВП карта, сделанная в русском сеттинге. Для всяких ПВПшек и РПшек самое то. Восьмая карта называется ГМ Оренбург Сити. Эта мапа перекочевала к нам в Steam Fortress. Так что пускай ее визуальный стиль вас не пугает. В описании говорится, что мы находимся в небольшом закрытом участке в городе Оренбург. Находясь рядом с рекой Урал. Этот участок оградили кирпичной стеной не просто так. Потому что там есть неведомая сила, которая жаждет крови и прячется где-то в одном из зданий. Мы еще даже не успели зайти на карту, а нас уже пугают всякими бабайками. На самом деле здесь сегодня так страшно. Да и вообще тут повсюду всякие мемасы. Так что бояться нечего. Карта очень маленькая. Кроме парочки домов, трех неизобельных машин и мемов вы здесь больше ничего и не увидите. Здесь даже есть комната из ФНАФа. Причем у нее полностью рабочая дверь. Зачем здесь это нужно я не знаю. Возможно у нее есть какое-то применение сервера в Steam Fortress. Кстати по поводу бабайки. Не совсем понятно о чем идет речь. То ли о закрытом в доме со смешариками Джимене, то ли о мемном горящем мужике, находящемся в здании рядом со складом кваса. Скорее всего речь идет о втором. Потому что он в отличие от Джимена убивает. А Дон добавляет сразу две версии карты. Ночную и дневную. Следующая карта называется Объект 307 Форст. Карта представляет из себя военный объект 307 под кодом названием Форст. Форст является секретным объектом на территории лесополоской области. Неизвестно по какой причине объект является секретным. Ведь оно располагается близ гражданской трассы. Игроку представлена обширная территория, которая возможно поможет вам в создании машиним, скриншотов, позинга и так далее. Вы можете делать на этой карте все, что вам вздумается. Представленная на карте территория, фигурирующая на ней фамилия и сам объект полностью вымышлены. Любые совпадения случайны. На карте имеется огромное количество всяких секретов. Причем здесь вроде как даже есть различные концовки, мистика и прочие приколюхи. На то, чтобы найти все секреты, у вас уйдет далеко не один час. Хотя если вы считерите и зайдете в обсуждение, то это время существенно сократится. На карте есть чем заняться. Так что скучать вам не придется. Обязательно рассказывайте о всех своих находках в комментариях. Вместе мы сможем разгадать все тайны этой карты. Десятая карта называется Русская дорога. Перед вами супер длинная дорога, сделанная по принципу слоев. Ее протяженность составляет 5 километров. Так что ехать вы будете очень и очень долго. Карта сделана не на базе Infinite Map, а при помощи слоев. Перемещение между слоями происходит при помощи телепортации. Достигнув конца слоя, у вас сразу же телепортируют на другой. Происходит это не совсем гладко. И иногда вы будете немного подвисать. Или врезаться в невидимую стену. На словах все это как-то не особо интересно. Но вот когда начинаешь ехать вперед, постепенно тыкаясь на всякие приколюхи, то тут приходит понимание, что это не карта, а самая настоящая бомба. Мапа, на удивление, очень залипательная. Не знаю, что там в конце, но проехав пару километров, я получил кучу положительных эмоций. Тут можно нехило так почилить с корешами. Или даже устроить гонки. Правда, телепорты очень сильно портят картину, но это ладно. Есть и другие версии этой карты, но доступны они лишь на бусте автора. Карта просто бомба. Затягивать не по-детски. А на этом сегодня все. Обязательно напишите в комментариях, какая из карт вам понравилась. Рассказывайте о других найденных фамирусских картах, а также делитесь этим видео с самими друзьями. Ставьте лайки, подписывайтесь, и жмите колокольчик, собираем всех уведомлений. Также не забывайте вступать в группу ВКонтакте, подписывайтесь на меня в Телеграме, залетайте на наш срывок в Дискорде, а также смотрите и другие мои видео. А с вами был я, Блок Рейнбоу. Хорошего вам настроения. Увидимся в следующем видео. Пока-пока.